К нашему эфиру присоединяется Сергей Брачук, глава общественного совета при Одесской областной военной администрации. Сергей Борисович, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги, приветствую. Сергей Борисович, ну вот посмотрели мы сюжет сейчас про разминирование наших территорий. Кроме того, знаем, что сейчас в Киеве проходит саммит городов и регионов. Там говорят и о будущем Украины, о восстановлении и о разминировании нашей территории. Расскажите сейчас о ситуации в вашем регионе, что на данный момент с минной опасностью. Ну, если мы говорим о оперативной боевой ситуации, которая существует сегодня, то вы помните, что, наверное, сутки назад у нас был налет, была большая атака с шахинами. 12 дронов-камикадзи летели именно в Одессу. 10 из них были сбиты силами противовоздушной обороны. А то, к сожалению, попали в детский рекреационный центр. Сегодня ситуация изменилась кардинально. У нас нет сигналов воздушной тревоги, у нас нет, слава богу, обстрелов. Зато у нас выпали большие рассадки. Приостановлена работа некоторых видов общественного транспорта. Я говорю именно о некоторых маршрутах, трамвайных, так называемый Камашовый трамвай, который идет по самым красивым местам Одессы. И также некоторые троллейбусы. Но в общем, оперативная ситуация, она остается полностью под контролем, потому что вся критически важная инфраструктура, она полностью обеспечена, она работает. Есть электроэнергия, есть вода, конечно, есть какие-то аварийные моменты включаются. Но, тем не менее, по всем службам коммунальным, по всему региону, эти аварийные моменты решаются, все проблемы сразу устраняются. Поэтому после такой жаркой ночи, которая была предыдущей, у нас сегодня уже такие, знаете, мокрые очень сутки. Тем не менее, работаем, продолжаем работать. В Черном море находятся 11 вражеских кораблей, среди них три ракетоносителя, на борта которых могут находиться до 13 ракет «Калибр». Так что в условиях военного времени продолжаем работать, трудимся на победу, надеемся на то, что не будет в дальнейшем проблем с зерновым соглашением, потому что знаем, что Россия уже третий день подряд саботирует прохождение судов, прохождение инспекции. Тем не менее, порты Большой Одессы, они работают. Конечно, хотелось бы, чтобы объемы были больше, но тем не менее, я думаю, что и эта проблема тоже разрешится. И с помощью Турции, и с помощью организаций международных наций. Да, мы видели, что в оперативном командовании ЮГ уже прокомментировали, что враг уже использует новую партию дронов «Шахет». Расскажите, собственно, о тактике этого запуска. Опять пускали роем из территории Крыма? Где-то неделю назад я говорил о том, что будет снижение, и отмечается в том числе, прежде всего, нашим военным, снижение деятельности тактической вражеской авиации. И понятно было, что необходимо готовиться уже к атаке дроновико-миграции. Так оно и получилось. Вот видите, военные тоже подтвердили такие предположения наших специалистов. Поэтому тактика, она неизменная. То, что запускают ночью, но это не новинка. Запускают Массира, но запускают в одно фактически и то же время. Но и ответ идет с нашей стороны всеми необходимыми средствами от него поражения. Мы говорим и о подразделении сил противовоздушной обороны. Мы говорим о тех мобильных группах, которые созданы специально для того, чтобы бороться с дронами «Камикадзе». Потому что вот этот бой, ну, без привлечения, это был бой. И с нашей стороны с противником были задействованы и стрелковое оружие, в том числе и зенитные орудия. Ну, естественно, были задействованы другие средства поражения, о которых я говорил. Поэтому тактика неизменная в плане того, что враг пытается атаковать Одесскую область. Я думаю, к сожалению, что это был не последний случай. Но мы готовы к обороне. И, как видите, из 12 и 10 сбито. Это очень хорошее показательство. Да. Скажите, а часто ли в Одесский регион сейчас залетают беспилотники врага другого типа? Разведывательные, например. И мы помним, что в свое время над Одесском регионе и над, собственно, над морем сбивали другой тип иранских дронов, Махаджер. Ну, пока таких фактов мы не знаем. Пока они неизвестны. То, что происходило в течение вот этой недели, которая приходит кинишной к своей прямой. Я знаю, что туда, ближе к Хессонской области, Николаевской области, там используются врагом именно ППЛА разведчики. Ну, и тут тоже понятное дело, что когда видим активность вражеских дронов-разведчиков, то понимают, что враг готовится к возможному удару. Поэтому всегда надо быть наготове, то, что делают наши силы обороны, за что им огромное спасибо от всех нас, жителей города и области. Сергей Борисович, на этой неделе наши западные партнеры передали нам несколько типов ПВО, в частности, из РК «Патриот». Как считаете, появление вот таких систем, как отразиться на тактике оккупантов и на их активность вражеской авиации, в том числе и в акватории Черного моря? Ну, что касается акватории Черного моря, то, конечно, враг сегодня не зря снизил свою активность, потому что понимаем, что сегодня в Украине есть что противопоставить ему. С другой стороны, если мы говорим о тех системах, которые вы назвали, «Патриот» и вот вчера было подтверждение по немецкой системе «Айвис», очередной прибыл комплекс к нам, то это поможет прежде всего снизить нагрузку на припронтовые области, там, где враг использует КАБы, так называемые авиационные бомбы, которые враг сегодня очень активно использует. Их у него, к сожалению, очень много. Это позволит отогнать вражескую авиацию от наших припронтовых границ, что позволит, опять-таки, подтягивать определенные и резервы, и обеспечивать логистику припронтовых зонах. Поэтому, если насыщенность наших боевых порядков, давайте будем говорить так, вот такими современными комплексами станет больше, хотя бы в несколько раз, хотя бы в несколько раз, то можно будет увидеть существенный перелом и в нашей военне с Россией, потому что это повлияет на театр военных действий, и в этом враг сможет убедиться самым первым. Знаете, Сергей Борисович, на сайте правительства ФРГ в списке помощи было указано также, что наши силы обороны получат 10 беспилотных надводных кораблей. Насколько важна сейчас Украине такая помощь для борьбы с противником в море? Я бы ответил таким образом, что наши военные знают, какое меню вооружения они заказывают и просят наших западных союзников и партнеров, для чего оно будет использоваться. Тоже, опять-таки, вопрос к военным. Я просто знаю о том, что наши военные, представители вооруженных сил Украины, они будут использовать это все по предназначению. Главный итог – это освобождение наших территорий. Ну, а то, что это надводное, пусть враг теперь задумается. Сергей Борисович, ну и вы уже упомянули, да, о количестве ракетоносителей сейчас в акватории Черного моря. Скажите, пожалуйста, как удар по узловой станции в Джанкоя, о котором мы помним, повлиял, собственно, на запуск калибров в сторону Украины? Вы понимаете, я могу так сказать, что, ну, во-первых, недооценивать врага мы не будем. Понятное дело, что калибры эти есть. Мы говорим сейчас минимум о тех 13 ракетах, которые находятся в акватории Черного моря на боевом дежурстве. Это серьезная сила. Но, с другой стороны, прекрасно понимаем, что калибры у врага тоже заканчиваются. Они не закончились, к сожалению. Но то, что произошло в Джанкое, это, конечно же, помогло нам. И сегодня мы это можем ощутить у нас в Одессе. Да, есть шахеды. Да, возможно, еще налеты вражеской авиации с крылатыми ракетами. Но, опять-таки, мы знаем, как наши вооруженные силы, какой процент сбития этих ракет и шахедов. Поэтому боремся и будем бороться дальше. Поэтому ситуация, конечно, будет меняться. Не хотелось бы тут заниматься шапкозакидаревством. Тем не менее, хочу сказать, что позитивные тенденции в этом противостоянии с таким агрессивным врагом, они сегодня заметны. Но не будем забегать наперед. Сергей Борисович, мы видим, что наш противник продолжает заниматься грабежом, мародерством. Коллаборан Сальдо буквально накануне говорил о своих преступлениях прямо на камеру. Он утверждает, что сейчас российской армии очень необходимы лодки, которые принадлежат жителям оккупированной Херсонской области. Мы помним, что спрос на лодки был тогда, когда оккупанты бежали с правобережной части Херсонской области в ноябре. Как считаете, вот сейчас для чего нужны плавсредства? Это тоже способ для побега? Или какое еще может быть применение изъятым лодкам? Ну, знаете, я скажу так, что любое лавсредство, кроме того, что оно может приносить пользу, оно еще может утонуть. Пожелаем врагу второго. Ну, и у нашего врага Одесса все же не сходит с уст. Они продолжают бомбить сейчас информационное пространство фейками и разговорами об Одессе. Вот, к примеру, вдруг член комитета Госдумы по обороне, некий Виктор Заварзин, заявил, что для продвижения в сторону Одессы им не нужна новая мобилизация. Очень забавно все это выглядит, особенно учитывая их ежедневные потери и ту же битву за Донбасс, которую они начали в апреле прошлого года и с того момента потеряли лишь свои самые боеспособные силы. Как вы прокомментируете все эти заявления? Ну, я могу предложить господину Заварзину, так же, как предлагал некоему Константину, он называет себя спикером Крыма, временно оккупирован, но присоединиться именно к этому Константину и уйти походом на Одессу. Пожалуйста, готовы встретить, я лично готов к этому процессу тоже присоединиться, пожалуйста. Поэтому, вы знаете, когда врагу нечем уже заниматься, и в том числе информационном пространстве, потому что ничего не получается, благодаря нашим средствам массовой информации, в том числе и вашему телеканалу, то они начинают выдумывать какие-то фейки. Фейки должны быть, мы сами прекрасно, как журналисты, понимаем, какие-то такие звонки. Ну, а слово Одесса, конечно, привлекает. Поэтому вот и идет использование. Мне, знаете, очень приятно, что нашу Одессу всегда называют Одесса. Вот, видно врага, не обязательно говорить поленец, а пусть на русском языке скажут Одесса. Мы их ждем. Да, Сергей Борисович, но все же, эти все заявления, которые звучат из их уст, это для удовлетворения интересов какой-то отдельной группы россиян? Да, исключительно. Только для внутреннего потребителя. И вы знаете, когда говорят о том, что это может каким-то образом подстегнуть, мобилизировать какие-то силы, которые здесь внутри нашей страны, в частности в нашем регионе, понятное дело, что они есть не только на бытовом уровне, и малая часть, но они есть, да, надо смотреть в радиоглаза или агентуре, что это их подстегивает, это каким-то образом мобилизирует. Но это примерно, знаете, из серии заявлений одного из депутатов Госдуры Российской Федерации, который сказал буквально, что все мужики должны идти в так называемое СВО, при этом сам в армию не пошел. Вот тут уже вопрос определяться, кто же этот депутат. Мужиков позвал, а сам это кто? Поэтому это все, знаете, отвлечение определенного внимания, это примерно как поездка одного из двойников Путина на Терсонщину, потому что, ну, надо же показать на фоне того, что не могут с Бакмутом справиться, надо показать, что вот приехал на линию фронта. Правда, неизвестно, в Ростовской области эта линия фронта проходила, или в Краснодарском крае. Да. Сергей Борисович, спасибо вам большое за ваши комментарии. Сергей Брачук, глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации, был с нами в эфире Freedom.